Дворец святое место Костины бывает Ну сделай так, чтоб не ушла Скажи, ну в чем ее вина Пусть доживу я, да сидим Зачем мне годы без нее Ай ты, который третил Давай обманем породье Мы много раз встречались, много говорили Казалось, нет ничего проще после стольких лет общения Написать, снять передачу Но только после гибели я вдруг понял, что совсем не знал ее Такая же она была, Аксона Кустина Мне кажется, что таких характер сильно такой, у них таких не бывает Даже не женский характер у нее, она такая девочка Мне кажется, если передать топор, брен, она бы сделала дом сама Это точно, она бы сделала Не обладая никакими абсолютно, ну специальными физическими какими-то такими качествами То есть с быстротой, силой, гибкостью, даже растянутостью Она творила чудеса на площадке, причем с самого детского возраста И самое-то главное, что у ней все это происходило именно от ее Как мы говорим, от головы Все вот ее успехи, все ее успехи даже в тренировках И где бы это ни было, в освоении чего-то Все они шли от головы И это прямо подчеркнуто было во всех ее качествах Я не знаю, будет уместно ли вспомнить такой случай У нее однажды произошла большая трагедия То есть погиб отец И в этот момент были такие соревнования, для нее очень серьезные От которых отказаться она не могла И вот поехав на эти соревнования После вот этого события Она под лунную сонату со слезами на глазах Так исполнила упражнение, что судьи и тренеры плакали Выполняет упражнение на импровизацию Владимира Семенова На темы болеров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Совершенно одна в детстве и абсолютно стала другая, когда ей стало 18 лет. А в чем это заключается, Оль? Ну, в том, что в детстве она была такая покладистая, ну, как я говорю, типичная отличница. Просто отличница во всех ее проявлениях. А тебе не скучно было работать с отличницей? Нет, но я имею в виду, что она исполняла, но как, с ней можно было творчески очень много вариантов. И продумывать, ну, например, там, если что-то там ей поручишь, она никогда не забудет, даже ты же забудешь, она уже подойдет, напомнит тебе все. А потом вот этот подростковый сложный период пошел, и в юности стала другой. Ну, может, потому что вот я, например, не пыталась на нее никогда давить, и так вот слишком давить, и не давать возможности развиваться. И как личности, и ее таланту. И в будущем у нее такой характер, у нее на все свое собственное мнение. Ее не перебьешь ни в чем, если она, есть у нее какое-то мнение о человеке, о какой-то ситуации в жизни. Никогда не переубедишь. Это мнение уже ее собственное, и ничего там такое на нее не навеять никому. И к людям-то она относилась так же, вот, с таким же. Она постоянно готова была помочь любому человеку. Постоянно у нее эта готовность. Прямо вот маленькая ведь, и среди всех спортсменов, ты известная, колоссальная маленькая, она могла отстаивать, пойти к своего тренера, врача, там, к начальству, к руководству, добиваться. У нее вот такая потребность была. И вот на всех вот соревнованиях, она постоянно помнила о своих там маленьких этих племяшках, там, тренере, втором тренере, всем сувениры, там, всегда-то все у нее при ней присутствовало. И, ну, просто я не сталкивался с таким больше спортсменками. Очень часто такая полемика идет, что все-таки есть интеллигентный человек. Вот в чем вот интеллигентность человека. Вот я вот покойственно это видел. Я считаю, что интеллигентный человек, это человек, который сопереживает за что-то. Только вот это чувство интеллигентности, сопереживания у нее было очень обострено. Она постоянно думала, любой свой промах, ссору там с тренером, допустим, там, обструкция тренировки и прочее, на следующий день она ее брала чисто от себя. Вот она сделала это плохо, я сама виновата, я знаю, как теперь все переживают. Ну, вот такой ребенок и вот с такими вот душевными качествами, это, конечно, не шарик. КОНЕЦ 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 У нас никогда ничего с ней не было легко. Ни одни соревнования, ни одни сборы, ничего нам не доставалось просто так, хоть бы когда-нибудь, когда, как мы рядом видели, что там что-то Тимошенко и Скалдины, грубо говоря, на халяву проходит. То есть мы видели плохие выступления, явно, технически безграмотные, и все это проходило, и как-то выходило под общий шумок на первое место. Нам такие вещи никогда не проходили. Ну, мы действительно через, как говорится, медные трубы, огонь и воду проходили. И уже знала я, что нам ничего просто так не светит. Вот. А то, что случилось с Олимпийскими играми, это, конечно, самая такая жуткая несправедливость в нашей судьбе спортивной. Потому что я думаю, что, конечно, можно не скромно сейчас сказать, что она была бы, бы, да бы, мешает чемпионам, олимпийской чемпионкой. Но могу сказать откровенно, что она должна была стать олимпийской чемпионкой. Потому что она накануне этих соревнований, за два месяца, и за месяц была явно сильнее всех на полголовы и подготовлена прекрасно. То есть мы провели с ней контрольные тренировки до Олимпийских игр. Много контрольных тренировок, где я сама ставила ей 10 баллов. Со мной такого не случалось. Я всегда находила ошибку. Сколько мы тренировались, ставили другие судьи, ставили другие тренеры, но я оценивала ее очень строго. А перед Олимпиадой мне просто даже некуда было деваться. Все эти, и Скалдин, и Тимошенко, и Оксана, действительно одаренные, талантливые и великие гимнастки, художественные гимнастики. Но, тем не менее, у каждого какая-то форма, то она приходит, теряется, и у каждого есть какой-то звездный час. Звездный час Скалдиной был, я считаю, Греции, там, на втором чемпионате мира. А это был Оксанин, и он был украден. Я так приехала из Барселоны тогда. Говорит, то есть, чего ж ты так? Девчонки мамы не виноваты, говорит, ни Саша, ни Оксана. Все это делали рук Дерюгиной, ну, Бог с ней. Она говорит, что жизнь разберется, и вот как разобралась жизнь с ней. Ну, очень сильная была. Ну, что я бы так не плакала, как мы за ней плачем. Это была наша жизнь встреча, пора упала, да переживание за ней. Вся жизнь, вот последние годы, это связано было с ней, вдруг ничего не стало, представляете? Редактор субтитров А.Семкин